Выбор сделан. Буквально каждое движение Евгения Ройзмана фиксирует фотоаппарат или телекамера. Ночь перед выборами в городе распространили листовки, в которых говорилось, что кандидат на пост мэра Евгений Ройзман снят с выборов. И многие в это поверили. Но самое главное, досадный, конечно, момент. Люди заходят, голосуют, а потом подходят к избирательной комиссии и говорят, а к чему Ройзман это сняли. 9 сентября, половина четвертого утра. Всего два слова в живом журнале Евгения Ройзмана. Спасибо, Екатеринбург. Уже тогда он начал благодарить избирателей. Неожиданно или предсказуемо? По данным агентства Интерфакс, результаты могли быть оспорены. В избирком поступило порядка 30 жалоб о нарушениях со стороны сторонников Ройзмана. Я думаю, что это Екатеринбург, это интеллектуальный, сильный город. Я думаю, что люди разберутся. На выборах мэра Екатеринбурга победила картошка. Гражданин никто. Заголовки в официальных СМИ свидетельства того, что действующая власть к выбору горожан отнеслась скептически. Когда обо мне плохо пишут или говорят наемные журналисты, я не переживаю. Во-первых, я не слушаю и не читаю. А во-вторых, им завтра велят прекратить плеваться и начать облизывать. И начнут облизывать. И к этому я тоже отношусь спокойно. Как сообщила 12 сентября российская газета, избирком официально признал победу Ройзмана. Евгений Ройзман обошел конкурента. Единоросса Якова Силина с отрывом в 4%. Это порядка 12 тысяч голосов избирателей. На результаты выборов в столицу Урала обратила внимание западная пресса. Газеты публикуют статьи с такими названиями. Оппозиционные кандидаты в мэры дали Путину поносу. The Guardian – Великобритания. В Россию возвращается настоящая политика. The Financial Times – Великобритания. Западные журналисты пишут, что партии власти в России придется учиться работать в условиях политической конкуренции. К любопытным выводам пришло чешское издание. Эксперимент Кремля с почти свободными выборами удался. В этом году Кремль явно решил провести эксперимент с почти свободными выборами. И этот эксперимент в целом удался. И хотя в Екатеринбурге мэром стал противоречивый борец с наркотиками Евгений Ройзман, благодаря местным законам полномочия у него будут, как у английской королевы. Так что Ройзман большой опасности представлять не будет. Российские политики и политологи тоже делают первые прогнозы о перспективах нового мэра. Примут ли его назначения депутаты Единой России, не случится ли политический кризис и в Екатеринбурге, как это произошло в Первоуральске. В Первоуральске была, существовала с Перверзевым, так называемая, одноглавая система с сильным мэром, а здесь существует двуглавая система. Ройзман абсолютно договороспособный человек. Он прекрасно понимает нужды города, прекрасно понимает, где нужно вторить и отстаивать, где нужно находить компромиссы. Поэтому такого как с Перверзевым. Юрий Перверзев тоже подчеркивает разный объем полномочий главы городского округа Первоуральска и мэра Екатеринбурга. Он не понаслышке знает, с чем приходится иметь дело сильному мэру. Избирательная кампания Евгения Ройзмана, да и ситуация после выборов, очень напоминает ту, с которой столкнулся Перверзев. Естественно, очень много желающих поставить палки в колеса, потому что есть обиженные в связи с проведенными выборами. Еще появятся обиженные. Начинает использоваться так называемая технология хромой утки. Что это за технология, когда про тебя постоянно вбрасывается информация и люди начинают задумываться, а можно ли, допустим, с главой выстраивать какие-то долгосрочные, так скажем, долгосрочные проекты, можно ли так выстраивать хозяйственную жизнь в городе и так далее. Элиты начинают присматриваться. А сколько будет сидеть это должностное лицо на своем месте? Это власть. И поэтому здесь, тем более, это такая должность, когда в любом случае всем мил не будешь. У несистемного мэра два пути – бороться и работать или оставить большую политику. Краснотуринский, один из самых популярных претендентов на пост главы города, предпочел уйти в сторону. Роман Бисеров считает, что снял свою кандидатуру вполне оправданно. Объясню свою позицию тем, что я считаю, от оппозиции можно идти на выборы в Думу. Можно пойти на выборы в городскую Думу, в областную Думу. Ты свободен, за тобой избиратель, и ты можешь озвучивать какие-то моменты на думском уровне. Но на уровень главы от оппозиции, вот на сегодняшней стране, я не вижу смысла заявляться, потому что для территории, которую ты будешь представлять на этих выборах, ты ничего не сможешь сделать. Как сообщают РИА Новости, наряду с Екатеринбургом несистемного мэра выбрал и Петрозаводск. Калина Ширшина вовсе не думала, что обойдет кандидат от партии «Единая Россия». Вскоре первая женщина мэра отменила свою инаугурацию и исчезла почти на сутки. Судьбе несистемного мэра не позавидуешь. Ему нелегко работать. Одна часть горожан ждет его провала, другая верит в то, что за один день он способен решить все их проблемы.